хоба привет с вами доктор влад ну у нас опять дождик идет на улице 13 градусов и дождик второй день идет как они надоели с этим дождем а трава вся такая знаете вот идешь по ней она хрюб 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 ужас ну и везде вот предупреждение что наводнение наводнение ну наводнение не в том плане что вообще деревню снесет к чертям вот оно просто очень много воды вот такие дела у нас ребята так чё новости кандидат президента сша бернис андерс перенес операцию на сердце вот и все попал в больницу за сильно боли груди провели операцию нано шунтировали там как-нибудь да закупорилась медицинский осмотр установил что закупорилась одна из артерий едва шунта им поставили ну ничего нормально сколько ему лет 77 возраст представлен первый процессор отечественного производства байкал м с ума сойти так вот потихонечку потихонечку можно первый автомобиль даже сделать в россии ну да ой байкал электроникс а к нему консервный нож прилагается чтобы но если случае чего да чтобы можно было скрыть отремонтировать 8 ядер до 1 украдут 7 останется точно вот такие дела ребята наконец в россии в россии операторов 5g 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 обяжут использовать отечественные серверы а где же они их возьмут если только первый процессор вот только первый процессор появился отечественные серверы это вообще это нонсенс такого быть не может странно вот так читаешь да и думаешь ну как это то сша могут ввести пошлины на вино и сыр из евросоюза но это трамп опять мудрит да это трамп отмечается что это связано с решением всемирной торговой организации по делу о субсидировании европейскими странами концерна альбас помпео подчеркнул что в скором времени в вашингтон начнет работу над ответными мерами ранее сообщалось что сша пригрозили европе ною новыми пошлинами да интересно все трамп воюет ему же один один шаг до импичмента он там все воюет медуза в гражданской войне в ливии погибли десятки российских наемников вот их сейчас везут потихонечку тела россиян даже не хотят выдавать родным а знаете почему вот тут значит собеседник медузы связал это с необходимостью подождать пока утихнут волнение после выборов в мост городу впервые российских наемников в ливии стало известно в прошлом году официально россия не принимает участие в боевых действиях по разным оценкам число погибших в ливии россиян может доходить до 35 человек речь идет о выходцах из красандарского края свердловской мурманской области но это все вывозят ранение получил командир отряда чвк вагнер александр кузнецов его пришлось вывезти из ливии на лечение в петербург российские наемники воюют на стране ливийского маршала халифа хафтара который установил контроль над востоком страны и сражается с правительством национального согласия созданного по идее гидой а он вот так и ничего не сообщает первый канал не сообщает да трамп обещал поладить с россией но у трампа два друга путин и и вот и все президент сша донор трамп заявил что сша поладить с россией потому что это было бы разумно какой-то 10 лепит честное слово чё хоть он полез то где это тут какая пресс-конференция офиса зеленского митингу 2000 человек против подписания формулы штайнмайера но я дальше буду об этом говорить насколько я понял зеленский отдает донбасс и этот днр и лнр просто дают путину все чтобы только не было войны я так думаю посмотрим так роскосмос чего они придумали опять планируют создать многоразовый космический грузовик ой но это как многоразовый презерватив точно гендиректор космокурса павел пушкин когда-то работавший где в цыганском хоре нет менеджером центра имени хруничева назвал арго ответом на многоразовый транспортник драгон компании spacex драгон тоже есть он будет летать а у вас ничего ладно с утра смеяться не стоит китай показал на параде супер мощную ракету третий день уже к тете наде на параде молодой комиссар все подходит сзади сзади и глядит в небеса а пролетает флот воздушный в небесах а тете наде стало жарко в теплых байковых трусах а по манежу конница идет гибдд проверит информацию о нарушении михаилом боярским пдд он он свой мерседес поставил задом наперед просто на на проезжей части и все вот на невском проспекте совсем старый стал совсем глупый михаил боярси припарковал свой макседес на невском проспекте против движения ему задали вопрос а это самое а что у меня допрашиваете вы что мой папа мама кто вы мне да мне нас упс ну в общем мне все равно ладно так роздрав потреб надзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка зонтак после этот зонтак помню еще с 80-х годов он еще раньше появился такое хорошее лекарство именно от язвы от болезни желудка что-то там нашли что-то там нашли вот 50 лет он нормально работал а сейчас вот роздрав надзор нашел что-то там хорошее лекарство названы способы сэкономить на оплате отопления да ну тут дурацкие способы ставить себе этот самый свой теплосчетчик но ребят можно надо я не знаю у нас за свое отопление чё экономит кстати у нас прохладно что-то 22 да это летом у нас было 25 26 ты наверно придется мне кофту надевать тут знаете мне чего понравилось в какой-то гладких борис гладких член комитета но член короче до гладких значит квартир владельцев квартир располагающихся с первого по четвертый этаж заставит платить больше вот не чтобы из 5 и дальше меньше нету этих заставить платить больше так же а там ведь пенсионеры со мной живут на первых этажах да будете теперь больше платить за отопление россияне рекордно расплачивались картами сотворили чудо везде вот сейчас везде чудо чудо а россия заняла первое место в европе с 2010 по 2018 число транзакций по картам росло в среднем на 22 процента в год и количество операций у кошмар ребят я вам объясню в чем чудо заключается вот когда там в 2010 была всего однако карточка вот это вот да у путина все и он ей не платила ему зачем чем ему платить потом он его дал володину вот володин начал платить потом на следующий год стало 10 карточек потом стало 100 карточек потом целые тысячи карточек ну и конечно вот так а в америке все это время было там 500 миллиардов этих карточек вот чем дело и поэтому если с одной считать да потом 10 потом 100 конечно будет больше платежей все понятно да россиян предупредили рост цен на на чё на чё на продукты на продукт в этот раз заметнее всего вырастут цены на яйца сахар мясо птицы вот такие дела ребят рос качество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления нормалек за три года россия выдаст более триллиона рублей международных займов вот так ребят на сегодняшний день крупнейшим должниками россии является белоруссия на на беларусь семь с половиной миллиардов долларов украины 3 7 венесуэлы 3 15 венесуэла также списки должников куба бангладеш кипр индия и йемен раздают денежки слежка за мусорными баками тоже вот везде везде решил посмотреть сша внедряют новые технологии мусорного контроля ну чипируют просто баки все господи вот проблем то ну вот так вот андрей ларионов пишет капитуляция украины и то же самое пишет валерий соловей в кремле полагаю что близки к стратегическому успеху своей украинской полиции вот это та самая формула штанмайера что путин уже будет конкретно будет конкретно как сказать контролировать днр и лнр согласие обсе потому что там проведут выборы под надзором обсе но вот эти два кента вот и ларионов и соловей они обсуждают что обсе давным-давно путиным путиным куплено понимаете ну и вот это что подписал зеленский вот эта формула штанмайер это значит он отдает донецк-луганск с потрохами но может быть я не знаю я просто хочу сказать что наверное для того чтобы прекратить вот эту бойню можно пойти на это потому что на украина же слабее конечно зеленский с путиным не не справится вот может быть это хорошо может быть плохо не знаю посмотрим что будет дальше так командир суперджета сгоревшего в мае в шереметье утверждает что пассажиры погибли из-за открытой задней двери но я слышал об этом да что когда он уже приземлился загорелся заднюю дверь открыли пошел сквозняк и фух и сразу огонь проник туда их и всех это всех пережег может быть в россии планируют создать информационную систему прогнозирования чс за 4 миллиарда рублей ребят а их невозможно прогнозировать вы в курсе да вот невозможно сказать что допустим будет вулкан или землетрясение или или даже наводнение вот ну можно за час за полтора за два ну ладно 4 миллиарда ну яхт понастроить всего делов то госдума в октябре собирается рассмотреть в первом чтении законопроект о воссоздании вытрезвителей опять будут вот резвители опять будут менты на этом наживаться опа ну все ребята у меня все на утро там дальше видно будет война план покажет пока с вами доктор влад